МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные шпионы в Германии – это граждане России. Именно они чаще всего становятся фигурантами в делах о шпионаже. Об этом пишет газета «Mitteldeutsche Zeitung», ссылаясь на ответ Министерства внутренних дел ФРГ, который ведомство предоставило на запрос партии Дилинге. За последние 10 лет в Германии открыли 123 дела о шпионаже. Россияне выступают обвиняемыми в 27 из них. На втором месте – с 22 делами граждане Ирана. А третье место разделили турки и китайцы. Против них открыли по 15 дел. Также в делах о шпионаже фигурируют сирийцы и граждане Соединенных Штатов. Сейчас в немецком суде в Карлсруе слушают 8 дел против людей, подозреваемых в шпионаже. В Министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что расследования и наказания за шпионаж ФРГ распространяются только на людей без дипломатического иммунитета. И только власти федеральных земель в подобных случаях могут решать, выдворять подозреваемых в шпионаже из Германии или нет. Они решают, продлевать ли этим людям вид на жительство и стоит ли выслать их из страны. Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга. Под стражей Аброр Азимов будет находиться как минимум до 3 июня. Азимов не возражал против ареста, но заявил, что не признает своей вины. Он рассказал, что ему давали команды, а он при этом не осознавал, что участвует в подготовке теракта. Кто и какие именно команды ему давал, арестованный не уточнил. Ранее адвокат Азимова заявлял, что его подзащитный признал вину. Аброра Азимова накануне задержали в Подмосковье. При нем нашли пистолет Макарова. Выйти на его след удалось благодаря мобильному телефону. После теракта он выбросил сотовый и несколько недель не пользовался связью. Но недавно купил несколько новых телефонов и сим-карт. А когда активировал одну из них, выдал силовикам свое местонахождение. Азимов родился в Кыргызстане. С 2008 года он жил в России. В 2013-м получил российское гражданство. Следователи считают, что именно Азимов готовил смертника Акбаржона Джалилова, взорвавшего себя в метро Санкт-Петербурга. Джалилов, так же как и Азимов, выходец из Кыргызстана с российским гражданством. Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями Синная площадь и Технологический институт взорвалась бомба. Погибли 15 человек, в том числе и предполагаемый террорист. Еще около 50 получили ранения. Вскоре на соседней станции метро площадь Восстания нашли и обезвредили еще одно взрывное устройство. По подозрению в причастности к теракту в Москве и Петербурге ранее задержали 8 человек. Выходцев из Средней Азии. Во Франции арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта. По данным следователей, они собирались совершить нападение в ближайшую субботу, за день до выборов президента. Это радикальные исламисты. Одному из них 23 года, второму 29 лет. Они французы по национальности и уже известны полиции. По нашим данным, нападение они готовили уже в ближайшие дни. Подозреваемых задержали в Марселе, в респектабельном квартале, расположенном в центре. Часть квартир в доме, в котором проживали задержанные, пришлось эвакуировать. Я как раз вышла из дому. Иду, слышу, крик, потом смотрю, а полиция кого-то задерживает. Ему на лицо надели маску. И тут я поняла, что это точно террорист. Потому что так у нас полиция обращается только с террористами. Для меня это полный сюрприз. Легче было понять, если бы его задержали где-то на окраине. Но у нас, в центре, в первую минуту это кажется просто немыслимым. Хотя, если задуматься, то такие вещи теперь происходят повсюду. Даже в самых тихих и безопасных районах. В Марселе сейчас находится президент Франции Франсуа Аланд. Он лично следил за ходом спецоперации. Полиция и спецслужбы сработали слаженно и эффективно. Они смогли остановить преступников. Теперь следователи должны выяснить их намерения, а суд вынести им приговор. Но как бы события не развивались дальше, пока можно точно сказать, это было замечательное задержание. Французские СМИ сообщают, что этот арест – часть общенационального плана по профилактике терактов и вооруженных нападений. Во время выборов на 67 тысячах избирательных участков Франции будут работать 50 тысяч сотрудников служб безопасности. Их цель – предотвратить нападения террористов и вспышки насилия со стороны экстремистских групп. Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Лепен обещает в случае победы полностью прекратить иммиграцию. Об этом она заявила во время встречи с избирателями в Париже. Я собираюсь вас защитить. Когда я стану президентом Франции, первое, что я сделаю – верну нашей стране границы. Ежедневно к нам приезжают сотни иностранцев, и все они хотят здесь жить. Мы не можем этого допустить. Массовая иммиграция – это невозможность для нашей страны. Это ее настоящая трагедия. Впрочем, совсем отказываться от притока иностранцев даже Лепен не собирается. Какое-то время будет действовать полный мораторий на иммиграцию. А после кандидат в президенты Франции собирается ввести новые правила по иммиграции. Какими именно они будут, политик пока не уточняет. Французские СМИ назвали последнее выступление кандидата от ультраправых одним из самых бескомпромиссных за все время предвыборной кампании. Позиция Лепен прямо противоположна позиции ее главного оппонента на выборах – независимого кандидата Эммануэля Макрона. Он обещает сохранить членство Франции в ЕС и усилить ее роль в союзе европейских государств. И иммиграцию запрещать он не собирается. Согласно опросам, в первом туре Макрон набирает 24% голосов, а Лепен – 23%. Во втором туре победителем называют Макрона. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, а второй – 7 мая. Британское правительство предлагает досрочно избрать новый парламент. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй. Я только что провела заседание кабинета, на котором мы решили, что следует объявить о проведении всеобщих выборов 8 июня. Она надеется получить дополнительную поддержку для своей консервативной партии, чтобы развязать себе руки на переговорах с ЕС по условиям Брекзита. Правительству нужно увеличить свое большинство в парламенте, а оппозиция зря надеется заставить его изменить курс, заявила Мэй. Если мы не проведем досрочные выборы, их политические игры будут продолжаться, а переговоры с ЕС достигнут самой трудной фазы, как раз к плановым выборам. Разногласия в Вестминстере подвергают риску успеха Брекзита. Это породит пагубную неопределенность и нестабильность в стране. Чтобы выборы состоялись, идею должны поддержать две трети депутатов. Голосование состоится в среду. Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин за и уверен в победе. Я приветствую возможность донести наш призыв до народа Британии выступить против этого правительства и его провальной экономической повестки дня. Первый министр Шотландии Николас Терджин полагает, что выборы дадут возможность провести второй референдум о пребывании в составе Соединенного Королевства. На этих выборах в значительной мере речь будет идти о том, какую страну мы хотим в Шотландии и кто будет определять ее будущее направление. Очень разумный шаг. Он позволит получить большинство и не жертвовать бюджетом. Так оценил планы Мэй лондонец Бруно Полсон. Она так поступила намеренно, когда оппозиция слаба и нет достойной альтернативы, полагает Боб Джилберт. Пол Болджер не верит, что выборы оздоровят страну и правительство. По результатам недавнего опроса общественного мнения, Мэй на посту премьер-министра хотят видеть 50% респондентов. Корбина – 14%. Принц Гарри признался, что на протяжении почти 20 лет после смерти принцессы Дианы тяжело переживал потерю матери. Справиться с эмоциями ему помог психотерапевт. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном британским изданием «Телеграф». Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда Гарри было 12 лет. По его словам, на протяжении 20 лет он зарывал голову в песок, отказываясь думать о маме. Впоследствии подавление эмоций повергло его в серьезный психологический кризис, который продлился два года. Старший брат, принц Уильям, советовал ему обратиться к психотерапевту. 32-летний Гарри признался, что в определенный момент находился на грани срыва. Иногда в таком состоянии ему хотелось кого-нибудь ударить. В конце концов, он решился посетить специалиста и делал это неоднократно. Помимо визитов к психотерапевту, справиться с приступами агрессии ему также помогли занятия боксом и участие в благотворительных проектах по реабилитации ветеранов, получивших тяжелые ранения в военных конфликтах. Принц решился рассказать о своем болезненном опыте, чтобы вдохновить людей, которые сталкиваются с подобными проблемами, обратиться к психологу. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok